МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ветеран боевых действий. Такой статус получили 793 ополченца, воевавших с террористами в 99-м году. Интрига до последних секунд. Громкие сенсации и новые восходящие звезды. О триумфе дагестанских вольников на чемпионате России в спортивном блоке. Подозреваемая в убийстве 17-летняя девочка. Заключена под стражу на два месяца. При рассмотрении дела Кировский районный суд учел отсутствие у подозреваемой постоянного места жительства, отрицательную характеристику по месту временного проживания, а также наличие у задержанной малолетнего ребенка, право на которого она лишена. Стоит отметить, что девушка уже имеет две судимости за кражу и еще одно – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел в ночь на 4 мая в поселке Загородный в Махачкале. На почве ранее возникших неприязненных отношений подозреваемая нанесла ножом не менее семи ударов в жизненно важные органы 17-летней местной жительницы. От полученных ранений последняя скончалась по дороге в медицинское учреждение. По данным наших источников, погибшая была еще и беременна. В детской республиканской клинической больнице в Махачкале погибла 9-месячная девочка, которая по предварительным данным проглотила иглу. Комиссия специалистов Минздрава Дагестана проводит проверку по данному факту. Кроме того, надзорные мероприятия организовала и региональная прокуратура. Обстоятельства и причины гибели малышки устанавливаются. И к другим темам. 793 ополченца, воевавших с террористами в 1999 году, получили статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Кабмина. Присвоением статуса ветерана боевых действий занимается специальная республиканская комиссия. Она регулярно рассматривает поступившие от претендентов заявления. Последнее заседание состоялось накануне. Были рассмотрены 16 материалов. В результате 14 человек включены в перечень. Документы двух заявителей направлены на дополнительную проверку. Работа по актуализации численности членов народного ополчения, приданию им статуса и выдачи соответствующих удостоверений продолжается. Наша цель – здоровая нация. С этими словами Муфтий Дагестан обратился к представителям Гунипского района. Накануне в здании республиканского духовенства состоялась рабочая встреча. Присутствовали как религиозные деятели, так и сотрудники администрации и общественники. Подробнее в следующем сюжете. Сохранить здоровое общество как духовно, так и физически – одна из самых важных задач, которые ставит перед собой Муфтия Дагестана. Об этом заявил духовный лидер на встрече с делегацией из Гунипского района, в числе которых были депутаты, представители администрации и религиозные деятели. Жители нашего района знают, что Муфтия делает. Делают огромную работу не только в Гунипском районе, не только в республике Дагестан, а по всей России. Это мы видим, это разумный, нормальный человек, кто соображает это, все видит. Поэтому делают огромную работу. Я хотел выразить огромное спасибо Муфтияту. Посмотрите, что делает инстант, что делает газета «Ассалам». Вот эту газету есть почитать, просто элементарно уже можно, уже это как жить, это жизнь. Здесь все там описано, все написано. Поэтому и спорты, и науки, и религии во всех направлениях огромную работу делают. Это должно надо дать. Здесь представители власти отметили, что духовенство республики проводит по всей России огромную работу. Знаете, благодаря чему? Благодаря тому, что мы работаем вместе. От губернаторов российских регионов в Министерство по национальной политике республики поступают благодарственные письма, в которых говорится о том, что в результате вашей работы улучшились межнациональные отношения, укрепилось единство, споры стали редкими, люди стали добрее, межконфессиональные разногласия прекратились. Они выражают огромную благодарность нам и в нашем лице всему Дагестану. Это все результат нашей совместной работы. На встрече говорили как о достигнутых результатах в области просвещения и благотворительности, так и обозначили ориентиры на будущее. Муфтиат отметил важность получения качественного религиозного образования представителям женской части населения, так как именно они в основном являются воспитателями наших детей. Муфтиат, как мы видим и знаем, огромную работу делает. В сфере просветительской работы отдела просвещения, фонда «Инсан», газета «Ассалам». Все имамы вместе работаем по благу народа. Это я думаю, чтобы довести Слово Всевышнего Аллаха до народа. Пророк же Алисан Атлосам говорит, «Боли у анни валяву айя, доведите от меня хотя бы один аят». И ради этого стараемся, доводим, как сможем. Цель одна – довольствие Всевышнего Аллаха. Вокруг этого объединяемся, работаем. И мы чуть-чуть и получаем. Шейх Ахмад Афадий в очередной раз напомнил о необходимости приложить усилия для сохранения родных языков, процитировав стихотворение Расула Гамзатова, в котором говорилось о недопущении потери национальной идентичности. Духовный лидер также призвал обратить пристальное внимание на воспитание детей, которые на сегодняшний день проводят огромное время в телефонах. Вы сказали, что намеренно провести конкурс по книге «Благонравие праведников». Если так взять, это правильное решение. Можно провести. Потому что в этой книге приведены не мои слова. Эти слова я взял из книг больших ученых. Я привожу в пример эту книгу, потому что некий человек спросил меня, нельзя ли проводить конкурсы по другим книгам, а не по твоей. Я ответил, что можно. Вот что я хочу сказать. Можно провести конкурс по любой книге. Главное, чтобы у человека был благой нрав, чтобы он был физически сильным, настоящим дагестанцем. Если спросить его, почему нельзя проводить конкурс по книге «Благонравие праведников», то причиной окажется его зависть. Она его и погубит. Я не отменяю проведение конкурсов по этой книге, потому что в ней не мои слова. Но подобным людям мы скажем, пусть принесут другую книгу, если она лучше, по ней тоже проведем. Все, везде, и имамы, везде работа делала. Это очень прекрасно, и люди тоже отзываются положительно. Дай Аллах, чтобы такие работы всегда не делали. И есть нам, за кем идти, и есть маяк впереди, и за маяком следую. Всем тоже советую. Муфти также разнил понятие науки тасау, которая служит украшением шариата. Этот путь необходим в первую очередь для оздоровления сердца от порочных нарастных качеств. И он необходим каждому, кто нуждается в обретении искренности в богослужении. Встреча завершилась коллективной молитвой и вручением памятных подарков наиболее отличившимся представителям Кунипского района. Интрига до последних секунд, громкие сенсации и новые восходящие звезды. Триумфом дагестанских вольников в Москве завершился предолимпийский чемпионат России. Наши спортсмены в общей сложности завоевали 25 медалей из 40 возможных. Курбан Рагимов расскажет о самых ярких эпизодах финальных встреч. Четыре бала было железное. Я не знаю, что еще нужно было сделать. Со стойки его вырвал, бросил. Судьба золота в весе до 86 килограммов решилась за пару секунд до конца встречи. 20-летний Ибрагим Кадиев, которого специалисты уже назвали главным открытием чемпионата, вновь удивил всех, в концовке бросив соперника на 4 балла. Успех дерзкого дебютанта из Садулаевской школы, который выиграл уже четвертого чемпиона России, открывает перед ним двери в олимпийскую сборную. Лидер весовой категории Артур Найфонов этот чемпионат пропускал. Что творилось в твоей голове, когда несколько секунд до конца схватки оставалось и 3 балла, это все-таки солидный отрыв? Ну я верил до последнего, что смогу сделать атаку, провести атаку, что смогу вытащить эту схватку. И по воле вселышнего у меня получилось. Альхамдулелья. Психологически настраиваюсь. Меня как фаворита никто, наверное, здесь не считал. Поэтому такой ответственности не было. Настраивался на каждую схватку по отдельности. Одинаково настраивался на все. В заключительный день чемпионата России дагестанские борцы участвовали во всех шести финалах. В трех из них они оспаривали золото в очных встречах. Одна из самых ожидаемых схваток турнира тоже не обошлась без четырехбальных бросков. Альхамж Абраилов хорошо поймал Абдул-Рашида Садулаева, но танка этот поворот событий только по-спортивному разозлил. Он завладел инициативой, набрал восемь баллов и оформил свое шестое золото чемпионатов страны. В команде Садулаева не теряют надежды все-таки попасть на Олимпиаду в Париж. Сам отыграть четыре балла, четырехбалльное действие и выйти вперед по шоту после такой травмы – это очень тяжелая вещь. Ну, собрался Рашид, он на это и чемпион, на это и характер у него. Никаких сомнений, честно говоря, не было. Другой мальчик был, где-то мог бы поймать сомнение, но с Рашидом сомнений никак нет. Ну, посмотрите, вот какая Олимпиада может быть без Рашида. Я вот, честно говоря, не представляю этот момент и даже не думаю об этом, что ее могут не допустить. Без Рашида это не Олимпиада, я думаю. Там хотя и наш мальчик 97, и другие хорошие мальчики, ну кто бы не боролся. Я не думаю, что без Рашида такого азарта не будет на Олимпиаду. В еще одном долгожданном дерби сошлись поднявшийся в весе Абазгаджи Магомедов, который накануне сенсационно вышел в финал, и призер чемпионата мира Шамиль Мамедов. Захватывающий поединок держал зрителей в напряжении все шесть минут. Победителем с минимальным преимуществом вышел Мамедов. Отбор на Олимпийские игры. Туда каждый спортсмен идет. Я с детства как бы доцелив сюда, а последние годы же это стало близко. Но последний турнир выступил неудачно, проиграл. И после этого хотел доказать, выиграть, одобраться на Олимпийские игры. Еще два золота нашей команде принесли хасавиртовец Абдулла Курбанов, который подтвердил статус первого номера в тяжелом весе, и Ахмед Идрисов, отстоявший для нашей команды лидерство в самой легкой категории в отсутствии Заура Угуева. В шаге от первой ступени пьедестала в весе до 74 килограммов остановился Магомадибир Гаджиев. Всего в Москве наши вольники завоевали 25 наград, семь из которых высшие пробы. У команд из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии Алании два и одно золото соответственно. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Москва. Продолжение следует...